6 июня в парке культуры и отдыха имени Гагарина состоялся большой праздник под названием День друзей Ариса. В 1992 году, ровно 20 лет назад, телерадиокомпания передала свой первый телевизионный сигнал. Поздравить Арис с юбилеем пришли жители города. Для всех собравшихся была организована обширная развлекательная программа, в которой каждый мог найти что-то для себя. Самых маленьких гостей праздника ждали викторины, игры, конкурсы. Победа в них вознаграждалась. Детям мороженое, его бабы цветы. Действительно, в День друзей Ариса все было, как в этой знаменитой комедии Леонида Гайда «Бриллиантовая рука». Всем детям раздали мороженое, а женщинам дарили цветы. Детские конкурсы, которые помогли организовать работники Центра детского творчества, пользовались особой популярностью у зрителей. Здесь собрались и ребятишки, и их родители. Ну, зрители, это дети, они с позитивом, они им очень нравятся, они все танцуют, все повторяют все. Ну, мне кажется, для них это очень большой праздник. Но веселились в этот день не только дети. Взрослым тоже было чем себя занять. Пинбольный тир, компьютерный батл, конкурс караоке, конкурс слоганов и поздравлений в адрес ТРК Арис для любителей кваса. Кстати, квас здесь сдавали бесплатно. Это не полный список мероприятий, которые могли посетить все желающие. Поэтому можно с уверенностью сказать, что ни детям, ни взрослым в этот день скучно не было. Ну, праздник очень нравится. Там можно много чего поделать, много и много чего выиграть. Главным конкурсом Дня друзей Арис стал конкурс «Стань звездой», где каждый желающий мог испытать на себе, что значит работать в кадре и посмотреть на телевизионную кухню изнутри. Новый июня. Солнечная активность умеренная, геомаркетная поле слабо измущенная. Атмосферное давление, тоже слабо падает, и составляет 736 км. В этот день в парке была организована импровизированная улица друзей Ариса. Пойдя по ней, можно было встретить героев телепрограммы «Наши люди». Наиль Фатахов, он тальянист, выступал перед гостями праздника на инструменте, изготовленной собственными руками. Здесь же, на улице друзей Ариса, разместились местные художники, и каждый желающий мог заказать свой портрет. Я работаю в детской художественной школе и обучаю детей. Ну, а сегодня нас пригласили поработать в парке. Также своим искусством с горожанами делились рок-музыканты. Группа Дейта Майера и Виктория Майер. Моё творчество, оно началось с недавних пор, так скажем, где-то полтора года назад, ну, как бы, на меня начались нисходить песни. Финалом праздника стало торжественное награждение победителей конкурса и вручение призов. Под занавес мероприятия в небо взмыли разноцветные шарики с символикой 20-летия вещания Арис. Более подробный репортаж об этом мероприятии смотрите в программе «Итоги недели». Алексей Тартыгин, Николай Осипов. Новости.